Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам чудесный бой на Кромвеле. Бой произошел на карте Степи. И играет тут Снайпер 300-309. И стоит отметить, что это рубрика «Редкие медальки». И в этом бою получена очень ценная, хорошая медаль. Абсолютно заслуженно. Итак, Снайпер замечает тут картонных противников. Как всегда, кто-то решил поджаться к камням. Наверное, эти ребята считают самыми умными себя. Но они глубоко ошибаются. И такая тактика работает далеко не всегда. Ну и, скорее всего, так несколько раз попал наш герой. Хотя, может быть, и нет. Тут очень повезло нашему Кромвелю. Промазал Т-34-3. Если бы он попал, то мог бы нанести существенный урон. Ну, тут, конечно, ехать на противника опасно слишком. Останавливаться на месте и долго ждать тоже нельзя. Все-таки присутствует артиллерия. И кто думает, что арта не стреляет по быстрым танкам, тот очень сильно ошибается. Арта еще как следовать может накинуть какому-нибудь легкому или среднему танку. Ну, а тут игрок замечает безопасный путь. Никто не кроет. И пользуется он этим моментом. Замечает, что Т-34-3 отстрелялся. Наносит ему урон. Возможно, даже что-то критует. И уходит в укрытие. Ну, повезло, что противник на Пантере 8.8, который стоял позади китайца, не помог никому. А то он мог бы нанести урон в борт. Ну, и далее игрок пользуется он моментом, расстреливает Пантеру. Она какая-то совершенно нерасторопная, ничего вокруг не видит. И легко удалось нанести ей урон. Стоит китаец тут один одиношенник. И, конечно, никто ему помочь не может. А это знак для нашего героя. Для того, чтобы сейчас его как-нибудь разобрать по ДПМу. Но нужно, чтобы противник куда-нибудь выстрелил. Вылетает смелый Е25. Принимает плюху. Ну, и далее уже более агрессивно Кромбель действует. Заходит в борт, в корму противнику. И начинает его расстреливать. Но, к сожалению, враг все-таки успел выстрелить. И забрал он смелого совзводного. Ну, в нашей игре самый смелый, наверное, погибает первым. И замечает игрок вдалеке ИС-3. Нужно добирать шотного врага. Пока есть такая возможность. Но Кромбель рисковал. И, хоть он и уничтожает ИС-3, но отхватывает Аршсурер и Миле. На 487 урона. И это, конечно, очень серьезная потеря ХП. Но, тем не менее, это еще не значит, что нужно сдаваться. Хотя врагов очень много. И у многих игроков, я думаю, от такой ситуации начали бы сдавать нервы. Но только не у нашего героя. Он все равно стремится в атаку, не останавливается и заходит врагам в тыл. Казалось бы, это безумие. Но нет. Это просто смелость, отвага и знание своего дела. Знание, как нужно тащить в бой. И удается тут уничтожить ФВ-304 артиллерию. Также тут светились рядом две ПТ-САУ. Опасный как раз этот Штурер и Миле, с которым нужно квитаться. И также Ягд Пантера. Вторая. Ну, тут выбор очевиден. Нужно добирать шоку Пантеру. Но просто так на опасный ПТ-САУ, конечно, не выскочишь. Нужно, чтобы они совершили ошибку. Кромвель занимает хорошую позицию. И вот засвечивается Ягд Пантера. Она едет на всех парах сюда и удается ее забрать. Ну и хорошо было бы еще Штурер и Миле отправить в ангар. Но противника тут не видно. Возможно, он куда-то поехал в сторону базы. В любом случае, Кромвель долго не думает. Едет он за артой. Которая, конечно, должна находиться где-то тут. И маленький, юркий, средний танк, конечно, может попробовать закрутить и уничтожить арту. И вот засвечиваются две арты вместе. Они тут сидят, что-то делают. И наш герой отлично совершает маневры. Уворачивается от снарядов и начинает разбирать ГВ Тигра. И отправляет его в ангар. Ну и вторая арта М44 уже ничего поделать с нашим Кромвелем не может. Игрок заряжает фугасы и уничтожает вражескую арту. Но не все так, в общем-то, гладко, как хотелось бы. Есть еще два опасных противника. Борщ, который, между прочим, четыре танка уничтожил. И все тот же Штурер и Миле. С ним у нашего героя особые счеты. Ну и нужно ехать, как-то сбивать захват сейчас. Хотя база в этом режиме берется очень долго. Тем не менее, там сидеть, ждать в кустах. Это не выбор нашего героя. Но не все так, в общем-то, просто. Тут может быть засада. Один противник стал на захват, но второго, в общем-то, на захвате не видно. Ну, не думайте, что счетчик правильный. Тут он из-за реплея немножечко неправильно работает. На самом деле, на захвате один враг. И второй враг где-то тут. И вот он засвечивается. Это как раз тот Штурер и Мил, и игрок на автоприцеле пытается попасть по врагу. Особо, конечно, не высовывается. У противника не очень точное орудие. У него долгая перезарядка. И если удастся развести его на выстрел, то для него это 100% смерть. Поэтому снайпер аккуратненько высовывается, стреляет по врагу. Наносит, конечно, урон вражеской потасал, потому что она очень картонная. Противник пока что не стреляет из-за того, что эта потаса угромозка. Ее тут хорошо видно, ее края. И удается понемножечку разбирать врага. И вот, враг промазал. Далее Кромвель сразу же выскакивает на Штурер и Мил. Заходит ему в борт и спокойно расстреливает врага. И отправляет его в ангар. Видимо, борщ съезжает с захвата. Вот он появляется. Он шотный. Игрок его подкарагуливает, стреляет, не попадает. Еще один шанс. И победа. Игрок все-таки затащил внизу списка. И получает он редкую медаль Николса. Она выдается на среднем танке за уничтожение четырех врагов. Выше танка на целых два уровня. Очень ценная, хорошая медаль. И игрок действительно красиво затащил. 3652 урона игрок нанес. И восемь танков вражеских он уничтожил. 1903 опыта получил без према. И на этом все, друзья. Если бой вам понравился, то не забывайте ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.